Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из получений Святаго Иоанна Затаустова на книгу Бытия. Чтобы наставление было для вас понятнее и яснее, напомним вкратце о том, что сказано вам ранее. Я говорил о том, что человек до вкушения древа знал добро и зло, а не по вкушении получил это знание. Объяснял то, почему так называется древо познания добра и зла, и как Писание имеет обычай называть время и место по тому событию, которое совершилось в этом месте и в это время. Сегодня следует выяснить саму заповедь, которую Бог воспретил в вкушении от древа. В чем она состоит? И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Бытие 2.16 Это божественный закон. Будем же внимательны. Если, читая царские грамоты, люди заставляют всех собравшихся вставать, то тем более мы, готовясь читать нечеловеческие законы, а божественные, должны подняться умом и внимательно слушать, что говорится. Зная, что некоторые виния от законодателей говорят, что закон был причиной падения, поэтому наперед нужно обратиться к этому и самым делом показать, что Бог даровал закон не по ненависти к человеку и не по желанию нанести оскорбление нашей природе, а по любви и попечительности, что Он дал его нам в пособие. «Послушай, что говорит Исайя? Обращайся к закону и откровению» Исайя 8.20 «А кто ненавидит, тот не помогает. Опять пророк взывает, «Слово Твое, светильник, ноге Мои, и свет стези Мои» Псалом 118.105 «А ненавидящий не прогоняет мрака светильником и не направляет блуждающего на путь посредством света». Еще Соломон говорит, «Светильник – заповедь закона, и свет, и жизнь, и назидательное поучение». Притча 6.23 Вот, закон не только помощь, не только светильник, но и свет, и жизнь. А делать это свойственно не тому, кто ненавидит и желает погубить, а тому, кто подает руку и помогает. Поэтому и Павел, обличая иудеи, показывая, сколько пользы принес закон, и что он для нашей природы служит успокоением, а не отягощением, сказал, «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом». Римлянам 2.17 Видишь ли, что Бог даровал закон не для отягощения, но для успокоения нашей природы. Хочешь ли узнать, что и ради чести? Вполне достаточно, и это сказанное может свидетельствовать о чести и попечении. Однако я сделаю это ясным и посредством других свидетельств. «Хвали, говорит Давид Иерусалим Господа, хвались и он, Бога твоего, ибо он укрепляет вере и ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя». Псалом 147.1.3 Потом сказал и о благодеянии, которое оказывает Бог через прочее творение. Указал на особенное и вознейшее благодеяние, говоря так. «Посылая, возвестил слово свое Якову, уставы свои, суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Псалом 147.8.9 «Смотри, сколько перечислил благ, безопасность города, укрепил, говорит, вере и ворот твоих, удаление войны, утверждает пределы твоих мир, изобилие необходимого для жизни, туком пшеницы насыщает тебя. Однако на дарование закона он указал как на драгоценнейшее сего, «Желая показать, что получение закона и познание судеб Божиих есть дар гораздо важнейший, нежели безопасность, мир, отсутствие войн, доброчадие и многочадие, изобилие необходимого для жизни, он поставил этот дар после всего, как венец и совокупность благ присовокупил. «Не сделал он такого никакому другому народу». Так, то есть как изобилием и другими вышеисчисленными благами часто наслаждались и многие, «Нония вышесказана, говорит о законе, я сказал, что не сотворил, не сделал он такого никакому другому народу, поэтому и прибавил, и судов его они не знают. Ты видишь, что закон важнее всех исчисленных благ. Это показал и Иеремия. Оплакивая бывших в плену, он говорил, «Что это значит, Израиль, что ты находишься в земле врагов?» «Оставил источник премудрости». Книга пророка Варуха, 3, 10-12. «Разумея закон, как источник изливает много ручьев во все стороны, так и закон дает всюду много заповедей, напояя нашу душу, потом указывая на особенную честь, оказанную дарованием закона, пророк говорил, и не было слышано в Хараане, и не была видна в Фимане. Сыновья Агария искали земного знания, равные купцы Меры и Фиманы, и баснословы исследователи знания. Но пути премудрости не познали, и не заметили стезе ее». Варуха 3, 22-23. «И показывая то, что она духовно и божественно говорит, «Кто взошел, говорит, на небо, и снес с облаков?» 29 стих. «Потом прибавил, сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости, даровал ее рабу своему Иакобу, и возлюбленному своему Израилю». 36-37 стих. «Поэтому и Давид сказал, «Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают»» Псалом 147-9. «На это же указывая Павел писал, «Какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания?» Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие» Римлянам 3.1.2 «Видишь ли, как он и объяснил сказанное, не сделал он такого никакому другому народу, и судов его они не знают. Если преимущество иудейского народа состоит в том, что он один из всех людей и почтен дарованием писаного закона, то, следовательно, Бог даровал закон, не отягощая нашу природу, но оказывая ей честь, и не тем только почтил, что дал закон, но и тем, что дал его сам, и точно, что самый высокий вид чести он не только даровал, но и даровал сам, что это великий дар, послушай Павла, который это показывает, видя, как иудеи гордились тем, что к ним пришли пророки, и смиряя их гордость, показывая то, что мы удостоились большей чести, приняв учение не через раба, но через Господа, так говорит в послании к евреям, многократно и многообразно говоривший из древля отцам нашим, последний говорил нам в сыне, евреям один-один, и опять в другом месте, недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение, римлянам 5.11, видишь ли, он хвалится не только примирением, но и тем, что примирение получил от Христа, и опять, прославляя воскресенье, говорит, сам Господь сойдет с неба, 1 Фессалоникийцам 4.16, смотри, и там все совершается через Господа, как и здесь дал заповедь Адаму не через какого-либо раба, но не через ангела и архангела, но сам лично, и таким образом оказал человеку двойную честь, и тем, что дал закон, и тем, что дал сам, как же он пал? От собственной беспечности. Это показывают те, которые получили закон и не пали, а сделали еще более повеленного. Не видя недостаток у нас времени, отложу слово в другой беседе. А вы пока храните и помните сказанное. Передавайте это и тем, которые не слышали, и пусть каждый размышляет об этом и в церкви, и на рынке, и дома. Нет ничего приятнее божественного учения. Послушай, что об нем говорит пророк. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. Псалом 118.103 Бог же мира и любви, дающий хлеб, пищу и семя сеющему, да возрастит посеянное вами, умножит плоды и правды во всех вас, подавая свою благодать, и удостоит Царствие Небесное, которое да получимся мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым отцу со святым духом слава, чей держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.